Здравствуйте, друзья! У нас сегодня на ваших экранах гость из Лос-Анджелеса, где вы? Нет, я нахожусь в Сиэтле. А, в Сиэтле. Немножко в другую сторону, да. В Сиэтле зовут... Ну, родился я, точнее, вырос я в республике Башкортостан, в России. Там же я закончил прикладную математику и информатику и начал работать по специальности, работал системным администратором. Не совсем, конечно, по специальности, но... Вот. И после... Постойте, постойте. Лет вам сколько? Мне двадцать семь лет. Двадцать семь лет. В Америке вы как давно? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Давайте я просто ребятам скажу пару слов. Дело в том, что я получил письмо от нашего гостя о том, что вот я там... Что-то такое... То ли видео он наше смотрел, то ли еще как-то он приобщился к какой-то нашей такой информации, и... И она ему помогла в чем-то. Значит, объясните, что там за деталь? Вы что, письмо написали? О чем было письмо? Собственно, за что я вас поблагодарил. Я пользовался, когда искал работу, пользовался исключительно вашими видео о том, как составлять резюме, что туда писать, что туда не стоит писать, на каких сайтах его развешивать, как его развешивать, как отвечать на вопросы на интервью и так далее, и так далее, и так далее. Правильно ли я понимаю, что вы изучали материал на сайте portnov.com.ru? Это там, где курс по тестированию был? Или это еще что-то было? Это был сайт portnov.com.ru, но в основном это были видео с YouTube. Я понял. У нас были вебинары для ребят, которые ищут работу. Мы это писали где-то полтора года назад, к прошлому сезону. Я понял. У нас было несколько вебинаров. Мы там и резюме разбирали, и cover letter там вроде сочиняли какой-то, и по сайтам ходили. Я все понял. Вот эта информация вебинарная. Она действительно есть у нас на сайте, в смысле, на нашем канале. Во-первых, она есть в разделе вебинары. Во-вторых, у нас есть плейлист, который называется «Поиск работы по H1B и как-то вот так». Да? То есть вы не припомните, где вы так на них? Нет, к сожалению, я не помню сейчас. Хорошо. Итак, давайте возвращаемся к вам. 27 лет. Там, скажем, годов 22 вы закончили университет. Правильно? Да. 5 лет назад вы закончили университет. Работали с системным администратором? Первые 2,5 года я работал с системным администратором у себя в Башкирии в городе Сибай. А что это? Windows, Unix? Какого плана вы? Это был на 95% Windows, конечно. У нас было там 1-2 сервера только на Linux. Хорошо. Что случилось через 2,5 года с вами? Я решил переехать в Москву, потому что все-таки... Ближе к Америке, что же я понимаю? Нет, просто для себя я решил, что надо все-таки куда-то дальше двигаться. Москва как бы самый большой IT-маркет в России, и решил я перебраться туда. Давайте я вас спрошу как бы из своего любопытства. То есть я думаю, что, может быть, ребята, которые нас смотрят, может быть, для них это очевидно и все. Но вот я хочу понять. Вот живет человек в Башкирии, решил поехать в Москву. А плохо говорить Башкирии? Надо говорить Башкортостан или это без разницы? Можно говорить Башкирия, можно говорить Башкортостан. Потому что меня кто-то ругал, что я сказал татаре. А надо говорить там Татарстан, я не знаю, на Шеринге татаре. Хорошо. Значит, приехали вы вот оттуда, изне Москвы. Приехали вы в Москву. Это что, взял и поехал? Или это сложно? Или... Ну, вот как это вот так взял? Это много денег нужно, чтобы сделать? Ну, вообще, я не такой человек, что делает что-то абсолютно необдуманно. Я примерно за 7-8 месяцев до поездки начал копить деньги. Это заключалось примерно в следующем, что всю зарплату, там, 90% я откладывал. Зарплата у меня была тогда совсем-совсем маленькая. Постойте, постойте. Но откладывать надо на то, чтобы поначалу жилье снять. На что деньги нужны? Ну, во-первых, надо на жилье. То есть, обычно это два платежа, плюс один платеж как бы рекрутеру. То есть, грубо говоря, 3-месячных платежа тебе надо на старте. То есть, брокер не с владельца недвижимости берет, а с вас? То есть, брокер по жилью берет деньги за услуги с вас, а не с того, кто... Как интересно, у нас надо быть сентаром. Хорошо. Значит, итак, вы накопили денег, поехали в Москву. Работу вы заранее нашли или вы приехали и стали искать в Москве? Я приехал и стал искать в Москве. Быстро нашли? Я нашел меньше, чем за месяц. Я не знаю, быстро это или нет. Вы сознательно искали какую-то работу определенную? Или вы искали, какая попадется, а вот попалась там какая-то? Я искал работу по специальности. Ну, подождите, а что специальности? Вы уже не админом хотели? Админом. То есть, я хотел работать с системным администратором. Да, и нашли системным администратором. Да, нашел, ну, больше не системным администратором, а все-таки системным инженером. Другая специфика. То есть, мы, грубо говоря, внедряли проекты в крупные компании. Когда вы работали в Москве, вот там, где вы работали, я продолжаю любопытствовать, как бы у меня тоже много вопросов накапливается, когда я слушаю других людей. Вы работали в какой-то компании. Там много народу было не москвичей. Вообще, москвичи какой-то серьезный процент составляют или в основном приезжие, вот как вы? Я все-таки думаю, что основной процент это не москвичи. Это ребята, которые приехали из провинции, кто-то приехал даже там из Украины, из Беларуси. То есть, москвичи, значит, в Америку, а вы на их место. Я об этом не думал. Не думал. Ну, хорошо. Я так, кстати, догадываюсь. Итак, значит, москвичи за эту работу как бы не хватается, получается. Или, может быть, слишком много и не хватает москвичей? Я так не думаю. Я думаю, что работа очень хорошая. Просто москвичи, может быть, они не так хотят заниматься там IT. Хорошо. Итак, значит, вы стали искать работу по рабочей визе в США. Я правильно понял? Нет. Как вы сюда попали? После того, как я отработал в системном интеграторе, я перешел в компанию, антивирусную компанию, лаборатория Касперского. Вы не первый человек, которого я оттуда знаю. Да, да. Ну. Так, и в общем, когда я устроился... А там вообще москвичи нет. Мало. Мало, да, да. Устроился я в лабораторию Касперского, и буквально через месяц, как я устроился, я выиграл грин-карту. О, ну, каждый так, может, грин-карту выиграл. Ну, поздравляю, молодец. Так вы в каком году выиграли? В тринадцатом. В тринадцатом году выиграл, то есть приехали вы полгода назад. Да. Вы сказали. Так подождите, когда у человека уже грин-карта есть и опыт есть, так а что вам работу-то находить? Или сложно было? Я не знаю. Для меня это не просто так было, что вышел и нашел. А английский, подождите, вы как? Вот, у меня были очень большие проблемы с английским. Полгода назад? Да, полгода назад. Сейчас получше, конечно. Так подождите, вы сам по себе или у вас жена есть вообще? Нет, я сам по себе абсолютно. Это ж надо так вот, грин-карты дают, у кого даже семьи нет. Ай-яй-яй, могли бы больше народа. Но девчонки-то есть там нормальные, все эти там познакомятся? Есть. Ну, то есть можно жить. Крайний случай, переезжайте, у нас тут в школе очень-очень хорошие девчонки. А вы, наверное, видео наше смотрите? Я смотрю, но в последнее время нерегулярно. Ну, потому что работы много, наверное. Ну, да. Так подождите, работаете вы опять с СИС-админом? Нет. Боже, постойте. У Касперского вы кем были? Я был тестировщиком. Вот оно как. Подождите. Вот так я на вас и вышел. То есть вы сначала стали тестировщиком, а потом стали смотреть, что есть на эту тему или как? Я когда выиграл грин-карту, естественно, стал вопрос, что я буду там делать. Не-не, подождите, подождите. Вы пришли к Касперскому. Да. Но вы были до этого СИС-админом. Вот переключка из админов в тестеры как произошла? На самом деле очень просто. Я, когда до этого работал, до Касперского, я специализировался на SharePoint. Да, да, понятно, да. Знаете, да? Да, конечно. А Касперский делал антивирус для SharePoint. И, соответственно, им нужен был человек, тот, который хорошо разбирается именно в администрировании самого SharePoint. А человек нужен был на тестирование? А человек нужен был на тестирование. Они сказали, что тестированию мы тебя научим, а технологию ты знаешь изнутри. Понял. Значит, вы приехали в Сиэтл. У вас два опыта. Два года с половиной... Два года опыта работы тестером. До этого админский опыт, что, в общем, тоже неплохо. Мало того, вы не просто тестер, а вы из компании, которую таки да, знают по всему миру. Послушайте, в Америке это известная компания. Хорошо. А как вы... Но вы стали смотреть наши видео, когда стали в Касперском работать, да? Да. А видео по тестированию смотрели? Или какие видео? Первое, что я начал искать карандаша. И я попал на ваш канал. Тестирование карандаша? Нет, нет, нет. Как искать работу в США? Понял. Тут немножко качество гуляет я по этому. США. Как искать работу... То есть вы только начали работать у Касперского. И давай работу в США искать. Да. Да. Хорошо. Я понял. То есть вы попали к нам не потому, что хотели по тестированию что-то послушать, а потому, что уже начали так думать о США. А вы уже играли в лотерею, думали, вот сейчас выиграю. Значит, как там я буду, да? Примерно, да. Примерно, да. Ну, хорошо. Так и вышло. Ну, то есть, а когда выиграли, вы как-то было ощущение, что, в общем-то, это естественно, что вы заслужили? А кому еще выигрываете? У меня было ощущение, что просто мне повезло. И этот шанс, вот когда он упал сверху, надо его просто взять и реализовать. У меня не было такого, что... Как родители отнеслись к переезду в США? То есть, вот так же, как то, что вы по Слу поехали, или как-то это более серьезно для них было? Для них это было довольно серьезно. То есть, мама у меня говорила, зачем тебе... Зачем тебе едет в США? Знаете, мы когда... Что тебе там делать? Когда мы уезжали в США, у меня дядя жил в Белоруссии, в городе Витебске. И они были в Москве, и он мне говорил, куда ты едешь? Он говорил, Миша, у тебя квартира в Москве. Знаешь, я так вот... Я говорю, ты уже в Москве живешь, куда же ты еще дальше-то ехать? Хорошо, почему Светл? Было, на самом деле, первый фактор. У меня была здесь знакомая девушка. Хороший фактор. Но я знал, что... Я знал, что она скоро переедет. То есть, у меня было там буквально 10 дней у нее по жизни. Это первый момент. А второй момент, я понимал, что... Ну, я работаю с Майкрософт. Технологиями в основном Майкрософт. И было бы логично ехать в Сиэтл. Большой рынок все-таки. Я понял, да. То есть, вы считали, что там в самом Майкрософте поработать, возможно, да? Да. Ну и плюс, как раз в это время вышло ваше видео о том... Как раз про Сиэтл. И вы сказали, что... Ребята, да вы что? В Сиэтле в Большинстве. А зарплаты там сравнимо с Калифорнией. Я так подумал. Да. Надо ехать туда. Я понял. То есть, я... Да, был момент, меня просили высказаться о разных городах. Я очень люблю Сиэтл. И как бы там классно. Вам вообще нравится вот эти полгода там? Да, мне очень нравится. Я живу не в самом Сиэтле. Я живу ближе к Рэдманду. Я живу в Белловью. Слушайте, вы неплохо там живете, если это место подороже. Я знаю, да. Да. То есть, я так... Ну, хорошо. Но вас это материально не обижают. Там как бы ручку золотят. На работе это... Я, честно говоря, когда ехал в Америку, я даже не думал, что я такие деньги буду получать. Вы когда рассказывали у себя на канале, я думал, ну, вы так немножко шутите. Да. Сам не верю. Я все это говорю. Вы знаете, я сам не верю. И говорю только потому, что это правда. И я знаю, что это правда. И я врать не могу. И я вот рассказываю, думаю, блин, да неужели же это правда все, что я говорю. Но это правда. Да. Так, подождите, но вы и кем работаете? Вы были там тестировщиком у Касперского, а сейчас кто? Сейчас я работаю в компании, в консалтинговой. Да. Тоже продолжаю работать с SharePoint. Мы делаем проекты для компании Microsoft. Ну, и плюс мы обслуживаем много серверов и так далее. То есть вы как бы отошли от тестирования и стали все-таки заниматься тем, чем раньше занимались. Хотя и я понимаю, что даже тестируя, вы, в общем-то, оставались больше в такой админской функции. Просто такой тестирующий админ. Это бывает. Это всякая вещь, которая требует администрирования. Ее кто-то тестирует, причем это тестируют админы. Это не тестируют выпускники там, партнов компьютер-скул, графики юзер-интерфейс. Конечно. Ну, что же, хорошо. Может быть, вы скажете пару слов ребятам. Я, во-первых, хочу с вас взять обещание, что когда я видео повешу, вы будете ходить там и на вопросы отвечать. Потому что мне очень неудобно, когда говорят, а где этот парень, как с ним связаться. Ну, вот вы там отвечайте, пусть они вам там и напишут что-нибудь. Но это первое. Значит, второе, скажите что-то такое, как человек, который недавно здесь. Понимаете, я не могу за вас сказать, потому что я здесь так давно, что я уже не помню первых своих впечатлений. Напрочь не помню. Кроме того, я отношусь к ним по-другому. И так далее. Вот вы, как человек, который первые полгода здесь прожил, вы вот что-то скажите ребятам, которые скоро собираются. Первое. Они собираются приехать. Может быть, какие-то страхи, которые надо развеять. Или наоборот, предупредить о чем-то, о чем они не догадываются, а надо знать, чтобы не вляпаться. И второе. Ребята, которые, ну, где-то живут там, да, у них еще нет визы, у них нет разрешения. Может быть, они вообще не уверены ехать или не ехать. Но они как бы интересуются. Вот с позиции человека, который полгода живет и материально как бы не бедствует, судя по вашим словам, значит, и девушки вроде есть вокруг. Значит, что-нибудь скажите. Для тех, кто сша, первое, ребят, я бы рекомендовал все-таки учить английский сразу из дома и тратить на него все свободное время. Да. Это первое. Второе. Все говорят, никто не слышит. Второе. Когда приедете, глаза разбегаются. Этот совет я у вас заимствую. Деньги надо немножко попряжать. Да, конечно. Пока не найдете первую работу, не надо ничего такого предпринимательного, необдуманного. Да, есть масса любителей подвиги совершать. Недвижимость он купить хочет, там он еще что-то хочет, там машину новую, там он берет. Успеешь деньги потратить, иди заработай. Не трать больше, чем зарабатываешь. А если не зарабатываешь, то вообще сожмись там до минимума и старайся заработать. Правда? Да. Конечно. И третий совет, я думаю, что все-таки, когда вы уезжаете из России, постарайтесь, мой бы совет был, постарайтесь мосты немножко сжечь. Чтобы у вас не было такого желания при первых трудностях сказать, ой, я поеду домой к маме, там, к папе и тому подобное. У вас были первые трудности? Да, у меня были трудности. Какие? Вот что для вас было первыми трудностями? Ну, у меня было много тут неприятных историй. Ну, вообще, оказаться в стране одному, зная плохо язык и ищая работу, ну, это не очень приятное ощущение было. То есть я не могу сказать. Понял. Но вы не пытались, например, с помощью форума «Говорим про ЕС» найти знакомых? Ведь в Сиетле чудовищное количество наших соотечественников, причем их очень-очень много на форуме «Говорим про ЕС». Вы могли приехать, и уже вас там 20 человек встречали бы в аэропорту. Нет, я не попробовал найти через форум и, не знаю, не пробовал. Я решил, что надо искать работу, надо сфокусироваться на поиске работы. Ну, что же, это неплохо. То есть вы за месяц нашли работу. Или в Москве за месяц, а тут? За сколько? В Москве, может быть, месяц-полтора. А здесь? Здесь месяц-полтора, я не помню. То есть у меня, я могу вам рассказать, как я искал, потому что я работал на Microsoft немножко, здесь, прямо на Microsoft. То есть первая работа, которую я нашел, это была работа тестером. А, так это у вас сейчас не первая работа. Это у меня третья работа уже. За полгода? Да. О, слушайте, все время новые грани открываются. Ну, давайте так, первая работа тестером на Microsoft. Так. А я не знаю, вы же не... Я же тоже не знаю, я знал бы, я бы спросил. Ребята, мы же экспромтом, мы же не договаривались, мы только договорились о времени, и все. Так подождите, значит, как долго были в Microsoft тестером? Я был там месяц. Можно спросить, вот допустим, что там платили вам как тестером? Первый мой контракт был 30 долларов в час. Неплохо, слушайте, чтобы каждому было не меньше 30. Так, вторая работа через месяц. Через месяц это уже была работа, я работал инженером, мы делали, в общем, облачные сервисы. Вот. Попал я на эту работу сразу после того, как у меня закончился первый контракт. Это тоже был контракт на Microsoft. Они меня взяли, и через три дня я получил звонок от рекрутера. И рекрутером уже тайм-позиция, не хочешь попробовать. Я говорю, ребят, я работаю на Microsoft, у меня тут уже контракт, 7 месяцев. Деньги мне платят приличные. Она говорит, ну мы тебе заплатим больше, ты сходи на интервью. А я уже работал. Я как бы без машины, без всего. Я говорю, ну ладно, давайте, я схожу, но они меня будут, должны будут меня подождать. И там, я после 7 только освобождаюсь. Они это любят. Они любят брать тех, кто уже работает. Это особенно желанное, конечно. Это вы их сильно подзудили. Так. Ну и все. И в общем, сходил я на интервью, я им понравился. Они говорят, хорошо, мы сделаем еще с тобой второе интервью, чтобы посмотреть, что ты подойдешь в наш коллектив. Ну конечно, да, в команду. И свозили они, знаете, меня что-то типа кафе, ресторан, угостили. Мы посидели, пообщались, и они мне сделали оффер. И тут я решил сыграть в такую небольшую игру с ними. И я им сказал, ребята, слушайте, у меня тут есть еще один контракт, и там мне платят больше. Ну потому что я мог рисковать, потому что я работал в Майкрософте. Когда ты, как сказать, когда ты не десперт, да, когда у тебя там туфли не жмут, конечно, можно поиграться. Другое настроение совершенно другое. Конечно. Так. Я им так сказал, говорю, ребят, ну у меня есть еще другое. Они мне подняли еще зарплату, и все, мы с ними как бы согласились. Хорошо, так это уже секретная сумма, или так можно озвучить? Да, я думаю, можно озвучить. Сейчас у меня... Нет, подожди, подожди. А, я понял. Сейчас у вас третья работа, потому что вы там несколько дней были на второй. Я был месяц на второй. Нет, первый месяц вы были в Майкрософте тестером. Потом я еще был месяц инженером в Майкрософте. Да, потому что Майкрософт меня попросил отработать там две или три недели. Все-все-все, я понял. То есть вы были месяц, потом были еще месяц, и последние четыре месяца вот в этой конторе. И назовите, как раз уж так, назовите эту сумму. В общем, фикс у меня 90 тысяч. Постоянная позиция. Да, постоянная позиция. И плюс 8 тысяч в качестве бонуса. Ну, плюс страховка. Сайдинг-бонус или ежегодный бонус? Ежегодный. Понял. Он ежегодный, но его выплачивают раз в квартал. По 2000. Я считаю, что неплохо. Если в 27 только получается, так сколько же вы будете получать? Я с ужасом закрываю глаза. Но вы присматриваете. Это добыча налогов. Вот, ну да. Вот так я саркостить. Да, да, друзья, да. Конечно. Я вам скажу, есть люди, которые с радостью бы заплатили налоги, если бы им давали такую зарплату. Вы получаете... Я с радостью плачу. В среднем, так, я бы сказал, раза в два больше, вдвое больше, чем получает средний хаус-холл в стране, семья. Неплохо, неплохо. Слушайте, а правда, что там седли все дожди, дожди, тучи? Вот как вы к этому относитесь? Я об этом слышал многое, читал. Кто-то говорит, что тут нет дождей, кто-то говорит, что тут есть. В этом году с ноября по февраль практически каждый день дождь, дождь. Ну, постойте, дождь моросяка или дождь проливной? Я таких дождей вообще не видел. То есть? То есть, очень сильные дожди, как прямо из ведра. Слушайте, скажите, чтобы они гнали это все на Калифорне. У нас тут совершенно не хватает дождей, из ведра особенно. Не ходить же с ведром туда, чтобы сюда таскать. Вообще это безобразие. Одним все, другим ничего. Ой, господи, боже мой. Ну, хорошо. Я думаю, чего же? Давайте мы вас поблагодарим. Еще можно одним? Конечно, конечно. Давайте. Мне еще задали второй вопрос для тех ребят, которые еще никуда не собираются. Да, я извиняюсь, да. Для меня это как бы очень важно. Давайте, конечно. Я бы хотел, ребят, всем вам пожелать, учите языки. Программирование? И программирование тоже. Ну, я бы хотел сказать, учите английский язык, учите математику, старайтесь попасть в иностранные компании. Иностранные компании в России. В иностранные компании, ездите на стажировки, старайтесь как-то развиваться и идти вперед. То есть, не оставайтесь на месте, не думайте, что где вы родились, там вы и пригодились. Мир очень большой. Надо все посмотреть. Такой только вопрос тогда я вам задам. Значит, а вот ребята, которые не айтишники, потому что вы фактически обратились к тем, кто еще там, но к айтишникам. Учите языки, учите математику, учите там, так далее. А если человек не айтишник, вот он, я не знаю, там, бухгалтер, он, таксист, ну, разные люди бывают. Вот им вы что скажете? Я бы сказал, что те люди, которые работают таксистами, пусть читают много книжек и все равно стараются работать в достойных компаниях. Допустим, у нас в лаборатории Касперского были люди без высшего образования. То есть это люди, которые просто как хобби увлекаются в программировании и работают у нас. То есть это ничего не значит, если у вас много образования. Всегда можно читать книги, всегда можно узнавать что-то новое, стараться идти вперед. Я понял. То есть вы их ориентируете на то, чтобы чем бы они там ни занимались, чтобы они переориентировались на айти и что это возможно. То есть вы фактически им говорите другими словами. Вы им говорите, ну вот найдите, где бы вы ни были, что-нибудь типа там Портнов Компьютер Скоп, где из не айтишника сделают айтишника. Такого плана, да. То есть там есть, я думаю, есть много замечательных учебных заведений, где работают правильные ребята, которые понимают, что они делают. И это неважно, это будет ли это Москва. Я думаю, что и в Казани есть, и в Уфе есть, и где хочешь есть нормальные парни. Если ты будешь, как бы скажешь себе, кого ты хочешь найти, ты их найдешь. Это может быть, кстати, репетитор, это не обязательно школа. Если есть человек, который вот вас понимает, что вы хотите, и он... Есть люди, которые любят учить. Слушайте, вы знаете людей, которые любят учить, хорошо учат? Да, я знаю. Правда? Вот они не педагоги. Например, вы? Ну, у меня есть педагогическое образование. Ну, да. Значит, я вот в аспирантуре учился в Академии педагогических наук как раз в Казани. Там вот был институт, где я был аспирантом. Ну, не суть. Хотя есть полно людей, которые и доктора педагогических наук учить не могут. Слушайте, у меня Светлана же, если вы знаете мою супругу, она кандидат педагогических наук. Хотя она, в общем-то, институт связи закончила, как и я. Так она не любит преподавать. Вот, так что это как бы... В общем-то, это не очень связано. Педагогическое образование и как бы интерес к этому делу, они не очень связаны. Ну, что же, хорошо. Я думаю, что мы... Возвращаясь, мы вас поблагодарим. Я думаю, что если ребята конкретные вопросы вам зададут в комментариях, и их там наберется какое-то количество, мы можем отдельно собраться, поговорить. Что же там? Скайп работает. Может быть, вы в следующий раз там какой-нибудь канал найдете где-то более такой... Конечно. Потому что вы у меня так все время, знаете, так растворяетесь. И появляетесь. И так руками начнете махать. И хотя я сам тоже вот с вами машу руками. Тут что-то смазывается. Ну, не суть. Просто моя картинка у меня качественно записывается. Вот. Я купил софтвер, заплатил по честному деньги за эту Камтасию. Я не качал ее бесплатно. На 30 дней она у меня была в трайл-периоде. Она мне понравилась. И я вот девочку снимал Светлану из Лос-Анджелла, если вы видели. Очень симпатичная. Вот. И вы у меня такой практически второй с таким вот интервью. Так что нам несложно всегда вернуться и поговорить. Поэтому, ребята, я теперь к вам обращаюсь. Значит, если вы хотите, чтобы наш гость стал регулярным таким, или, во всяком случае, периодически появлялся, то задавайте вопросы. Будут хорошие вопросы, будут хорошие гости и так далее. Давайте мы... Я понимаю, что мы сейчас картинку смажем. Ну, давайте так смажем. Возьмем двумя руками. И как начнем махать. Типа, привет. Скажем, привет. И так замахаем руками. Давайте. Все. Вот вам такой... Всем пока. ...такой привет. Все. Счастливо.